В общем, всем здравствуйте. Ну, в общем, я историю вчера рассказал, а вот мое место стоянки. Хоть не под дождем, вот, ноги мокрые, ботинки не высохли, носки не высохли. Кушать не могу сделать, воды тут уже нету, нужно сейчас все это делать. Коров уже на выпас, видать, ушли. Поэтому, друзья, долго не буду я снимать, как в стиле. Сейчас собираю палатку быстренько, чуть-чуть поднимаюсь вверх, и все. Сны все какие снятся ночью. Че попало, я, наверное, снится, я не буду даже говорить. Ладно. И руки, руки, руки вам горели у меня, прям болело. Дико. Все, давайте. Все, я собрал велосипед, покидаем это место. Поехали. Нам сейчас в гору подниматься, я не ел. Попробую, разведу костер до тушенки себе, сделаю. Классно так, из-за тумана, огроменная скала, на которую мне, ну, и на которую там, где-то мне подниматься придется. Вот, шушу, спички. Потому что вчера такой дождинный мощный, прям, вообще, как из ведра я два часа лил. Там воздух просто, он уже все отсырело. Ну, и я тоже как-то не позаботился. А, вот они, вот, позаботился, елки-палки. А, все, сейчас буду разводить этот горь. Бобик в гору поднимается, тоже запыхался, видать. Сразу позицию покорности принял. Ну, ладно, давай, Боба. Все, покушал я, поднимаюсь. Хоть немножко энергии получил, зубы почистил, умылся. Третьи перевал взят. Я не еду, хотя, в принципе, здесь-то уже можно ехать. Иду, так скажем, победным шагом. Не знаю, может быть, скоро мне это уже начнет нравиться. Но туризмом, это велотуризмом, очень сложно назвать. Никто, вот я вам всем говорю, вот никто не говорит о том, что в таких вот горно-бездорожных походах вы будете ехать на велосипеде процентов 20. Вот, потому что даже вниз вы будете иной раз пешком, вот типа, из-за крутых уклонов и бездорожья. Вот такие, друзья, дела. Поэтому, как я и говорил, помните, у меня было видео, кто знает, что я про велосипеды для туризма. И там продавали, он назывался велик для туризма. Он такой горный велик с амортизационной вилкой. Я был прав, это, ну, не туризм. Я не ною, нет. Я знал, на что подписываюсь. То есть, здесь получаешь свое удовольствие от город, высоты своей. Вот. Но, немножко нет вот этого удовлетворения, что все-таки на велике не едешь. Вот это мне не нравится. Да, на штоходы все-таки ехать, а не руки качать. Руки уже, мне кажется, как у Папайи, скоро будут. А вот ради вот таких вот видов, конечно, можно подниматься в горы. Ну, прикольно. Вот. Действительно красиво. Ну, такая красота, да, она стоит своих, как говорится, вложений. Либо вы тратите деньги, организуете машину, поднимаетесь, много чего такого. Ну, вот. Здесь есть такое ощущение все-таки еще, ну, превозмогание над собой. Красота, да? Мне нравится. Показываю, что вниз пешком придется идти. Как бы уклон серьезный. И, видите, колья и грязь. И нагруженным велосипедом, ну, вы вряд ли. То есть, ну, вам же как бы тут не 5 метров спускаться, километров 10 в них. И все, и так вот иди, и идешь. О, какие горы-то. И Семен на одним тормозом едет. Интересное такое поле, блин, даже удивительно. Камней нету. Прям ехать можно. Вот так вот останавливаюсь. Вы думаете, что я тут только говорю, страдаю? Нет. Я иногда вот останавливаюсь и вот так вот смотрю на горы, отдыхаю, пью воду. Вот. И надеюсь, что впереди меня ожидают только лучшие. А для себя вот я сделал лично вывод, что, ну, так это интересно. Какой все-таки самый идеальный транспорт для гор? Это вот я понял, что лошадь. Обязательно мне нужно будет как-нибудь конную прогулку вот такую там, может быть, дневную, двухдневную сделать. То есть машина это как бы так, ты там все равно в коробке сидишь, трясешься. На таких уклонах, какая бы она крутая не была, на ней можно перевернуться. Потому что там я дорогу некоторые не снимал, там же скачиваю, офигеете на самом деле. На велике как бы тут спорненько все. Вроде вниз ты все равно вроде даже быстрее автомобиля можешь ехать. Если не груженый, например, да, и я поеду, да, я буду везде идти легко и хорошо, просто с грузом. В гору, конечно же, сказать. Опять же таки, я груженый. Если не груженый, может быть, я бы и поднимался. Поэтому, как мы пришли к выводу, лошади, лошадям лайк. Ну, кстати, мне вот Алексей, который меня пустил в хлев переночевать, он сказал, что тоже, если, говорит, лошадь с равнины притащить, в горах она, говорит, задыхается, говорит, ноги. То есть не может она. То есть есть, говорит, горные лошади, которые прямо вот наученные, умеют это все дело в горах делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Такое интересное место на спуске. Ставьте лайк. Вот это гора. Короче, я думал, там Таджикистан. Я думаю, что только не уступаю. А вон старое, перегород мертвых. Очень редкие сооружения. Попробую, приходите. я думал я умнее всех это скала друзья там словно древняя цивилизация корабль космический гигантских размеров идем город мертвых вот это самое большое здание конечно из камней так выложить кирпичики к кирпичиками крышу выложить так сложно снег в горах выпал это было там ну ладно это смотрим и возвращаемся вон обтуда кстати я спустился вон с того перевала тут ничего нету тут повесится только я думаю тут люди захоронены были ну и все вот такой вот наркоманы летают на парапланах такие же как и я прикольно там наверно им видно все туристы стоят там мутки мутят куда дальше поехать сегодня отдохнуло в теплой кровати в сухости ну а я а я а я не знаю я буду ехать остановился в кафе в общем погода дрянь сейчас вот мы там женщина разговорились она говорит что она гостевой дом сдает комнату я вам думаю остановиться потому что на улице вот такой вот бесец вчера это предвещала дикий дождь вот сегодня получается опять перевала ехать и я думаю проще населиться заселиться отдохнуть этих близким написать это у меня вот интернет не ловит ничего белая над манула сказала везде ловит в селениях а действует мтс и мегафон ловит в общем думаю заселиться потому что там какой-то ад в общем все заселился 1000 рублей стоит мой номер люкс давайте посмотрим глупо было бы город ультюбю в этом городе снимался фильм война здесь много достопримечательностей очень красивые горы и глупо было бы опять на таком вот раже промчаться как живет местный лют мы приблизительно видно понятно это старый дом видать дедушевский дедушки может быть дай бог сегодня никто здесь не заселится ну вот сундуки сундуки конечно шикарные обитые этим ну и мне хоть камеры подзарядить перевести дождь пошел дождь завтра тоже будет дождь мне хоть немножко это передохнуть ну короче здесь я уже сказал что сплю я здесь надеюсь меня тут такой вот вид мега охренительный помоюсь приду себя в порядок пройдусь помогаю нам тут покушаю местную еду хотя я уже покушал прям вообще вкусненько плотненько в общем очень удачное решение то что я все-таки заселился потому что пошел дождь затяжной я как бы почуял уже то есть вчера я этот момент проигнорировал что вам ну что такое густое скопление облаков в этом горах и вот попал под дождь и вот смотрю сейчас дождь льет холодно и я бы сейчас поехал бы подымался бы в горы ну и то есть как бы я бы не поднимался в горы я был вынужден был бы поставить палатку либо там как-то жить либо ну под дождевиком просто сидеть и вот как бы киснуть либо опять проситься а так я сейчас хоть помылся блин горячую надо постирать постирался кое-что помылся в горячей воде ну сразу же это как бы ободряет сил придает и многое другое но надеюсь что погода будет идти на улучшение иду по силу буду надеяться что когда птички будут хороший знак вот эта башня она участвовала в съемках фильм война это историческое сооружение но помните где там бодров затаился со своим товарищем они там отбивались ну вот это оно башня замка балкаруковых вот велосипедистов встретил они со ставрополя и хотели тоже такой же маршрут как я сделать они получается шли за мной следом они прошли через верхнюю балкарию и вот они за мной сегодня шли вот только-только спустились по перевалу и они сказали ну его нафиг в такую погоду и поехали дональтик а планировали они тоже типа большой маршрут ну как бы так тоже неохотно они так общались там то есть и боссе я с ним сказал я сказал что тоже еду короче сами они со ставрополя эти велосипедисты они соседи короче здесь недалеко встречаешь велосипедистов парнишка вроде ему охота рассказать рядом альфа-самец и уехали короче проехали не кафешку типа завтра дела дела вот не люблю таких я вот сам если меня нормально где-то поговорить спросить людям реально интересно я всегда стараюсь общаться разговаривать и тут вроде знаете ли как дела типа так вы же собирались ехать это тоже короче ладно это причина почему тоже иногда в группе вот так вот сложно ездить мне некоторые спрашивают что-то один что-то один ездишь почему один езжу потому что всегда может всегда может найтись как бы какой-то вот возникла ситуация у кого-нибудь из одного командой духом кто-нибудь пал и все и поход полностью нафиг отменяется вот бывает такое на бывает и наоборот в общем я еду иду по тропе раз уж я здесь он пройдусь под ножью вот этой скалы старинная постройка ну да впечатляющие виды пути какой райский уголочек здесь у нас стараясь камера не болтать экшн камера на зарядке но вообще классно чудесно прям японский садик не передает камера масштабы не передает ягода на нее голову подымаю у меня голова кружится начинает ну кто видел горы тот меня поймет тут короче шаманы наверно собираются это вот около скалы с ней внутри скалы здесь этот дождя классно вообще сохраняться но сейчас здесь коровы блин облом но к небе ладно я заговорился не берет камера все возвращаясь и обратно это кабардино-балкария где но красивое место я бы сказал на протяжении всего в своего пути я подобного но не видел не видел но там и он видите люди какие маленькие и вот размер теперь сравните ну ладно пока батарейка есть вообще конечно вот если так думать по уму одного дня конечно не хватит чтобы отдохнуть более если завтра дождь будет чувствуется как дело сейчас гудит и ноет а ребята ну не справились они во первых на гравийных велосипедах ездили тут вообще гравийник тут никакой тип шоссейного велосипеда не пригоден даже ввиду из-за посадки тут на маутинбайке то как бы сложновато так что ну вот завтра я пойду в перевал еще момент здесь мало просто уметь ездить на велосипеде я еще давно еще в армении понял что вообще в саджикистане правильнее вспомнил понял что очень важна стратегия стратегия то есть не просто крутить педали как ты крутишь педали сколько ты поел как ты рано встал по сколько шагов как ты выдвигаешься уже на седловину перевала или на пик перевала то есть нет такого что там за один заход и залетел нет сначала ты едешь 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 вроде нормально а потом начинается самая сложная часть пути и говорю порой 50 шагов сделал отдохнул это нужен ритм и режим об этом знать надо а это многие не знают и просто на пролом ломятся и перегорает уже на двух перевалов вот я в принципе прохожу довольно таки успешно да тяжеловато но если бы вот не погода то точно как бы ну и пошел бы и сегодня но уже как бы из-за погоды охота отдохнет но там вот небо вроде разъяснивается не знаю что будет дальше завтра говорят что погода тоже будет дождик но опять же таки какой дождик может он чуть-чуть покапает да и все и светло будет посмотрим все я короче выключая камера у меня уже все триндец заканчивается батарейка все давайте вот как бы ну рассуждаю что мне тоже там подписчики писали я почему много болтаю потому что можно зарядить потом батарею мне подписчики говорили вот на мтб ты продался там и так далее это не так я знал что какие здесь дороги и даже вот я на амортизационной вилке еду на велосипеде с широкими покрышками и то не просто приходится и у меня руль прямой а они с бараном как бы он гравильник гравильником не был все равно баран он не предусматривает такого прям маневрирования здесь на спуске с горы у тебя наоборот должен передок разгружен а на гравильниках у тебя передок нагружен поэтому это все билиберда на самом деле то что здесь на гравильниках ездить это такой очень специфический туризм здесь только нужно на этом самом на мтб на гравильниках вот вот хакасия гравийная дорога вы едете там до горки до холмы какие-то пусть будут но в основном вот такие дороги либо равнина такие прям суровые горы и только маутин байк да вообще тут если так по честному сказать с великом тут еще к этому есть что делать может быть 1-2 перевала хватит вот так а прямо сколько я запланировал ну это многовато я считаю но так как я издалека прибыл ну что мне ради двух перевалов чтобы сюда ехать надо уже как бы ехать все это мои мысли на сегодняшний вечер сейчас я пойду может успею в магазин заскочить купить какой-нибудь еды на этом я с вами друзья сегодня уже прощаюсь спокойной ночи всем вам вам в тепле хорошо и мне сегодня будет в тепле хорошо всем спасибо как это говорят хорошее видео для хороших людей и спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok